Дорогие друзья, дорогие слушающие, это слово сегодня. Хочу читать из книги пророка Исаии, 28 глава, 16 стих. «Посему так говорит Господь Бог, вот я полагаю в основании на сегодня камень. Камень испытанный, камень краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Верующий в него не постыдится». Речь идет об Иисусе Христе. Бог полагает его в сегодня. Бог полагает основание для тех всех верующих, которые будут верить ему, которые примут его в сердце. После того, как Иисус совершит великое дело спасения мира, он примет на себя весь грех мира, на кресте понесет его, и каждый, кто призовет имя Господне, спасется. После этого каждый, кто становится в жизни и служит ему, он должен стоять на фундаменте Иисуса Христа. Очень важно. Но интересно, здесь сказано, кто верует в него, вот так, не постыдится. Интересно, немецкий перевод говорит здесь, кто верует в него, тот не будет принимать решения в спешке. В нескольких переводах вот так вот сказано. И для меня это как-то было дорого. То есть, если я повинял бы Иисуса Христа, если я строю мою веру на Нем, если для меня Иисус Христос, Он то, что совершил все для меня, я принял Его, то теперь я иду Его путем. И не делаю, не принимаю решений поспешно или как-то вот под влиянием каким-то, но только согласовываясь с Ним. Ну, например, вот человек собирается жениться, да, в церкви он молодой, и молодую девушку видит, она такая и поющая, и цветущая, и все, так сказать, делает, и он спешит быстро-быстро на ней жениться, чтобы никто ее, так сказать, не забрал. Да, но жизнь, она длится долго. И, так сказать, нужно с Богом сделать, и должна девушка получить ответ от Бога, так же, как и парень, должны молиться оба получить этот ответ от Бога. Это так важно. И вот происходит время, когда кто-то поддается какому-то влиянию, идет на миссию, куда-то поехал, продал свой дом, продал все, что у него было, поехал, так сказать, пока при... И вот он там находится, нету ни денег, нет ни средств, и теперь надо жить с Господом каждый день, так сказать, в вере, получать от Него, и с Ним пребывать, а у Него нету сил, потому что он принял решение в спешке, он еще не имеет твердого фундамента, он еще не имеет базиса, с которым ему продвигаться и жить. И потом получается крушение. И вот мне интересно, как Яков говорит, прямо в начале, первая глава Якова, со 2 по 8 стих, но я прочитаю первые стихи. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающий вам просто, без упреков, и дастся Ему. То есть вот ты принимаешь решение, какие-то искушения в жизни, и ты благодаришь них, и вот ты с терпением, так сказать, подходишь к Господу, проходит время, пока ты получаешь от Него ответов, потом ты чувствуешь, что мудрости не хватает. Когда мудрости не хватает, начинаешь молиться Господу, дай мне мудрость, чтобы поступить по твоей воле. И вот ты поступаешь, и знаешь, я поступил, как Бог этого хотел, и наступают еще какие-то трудности, но ты знаешь, я поступил с Господом, я должен этим пути, потому что это Божий путь, это Его воля. Это очень важно. И мне в жизни был такой случай, когда один из моих друзей, я скажу, но он, когда-то я познакомился, он жил тогда и находился в тюрьме, да, он что-то совершил, и за это должен был, так сказать, добывать срок, но он там покаялся. Когда он покаялся, по-настоящему познал Бога, то он провел несколько лет по изучению Слова Божия, находясь в тюрьме, и это время, так сказать, с теми верующими, которые там были, он окреп, он получил от Бога вот, ну, видение, видение, как ему жить с Ним. Но когда вышел на свободу, то прошли тоже годы, пока он опять, так сказать, смог на свободе вот так жить. Интересно, что в тюрьме, когда верующие этой группой живут, и каждый день между собой бывает легче, чем потом на свободе. И вот когда он на свободе, уже он понял, что Бог его призывает служить людям, зависимых, зависимых от алкоголя, от наркотиков, от всего, так сказать, чтобы губить жизни. И вот он едет в другой город, ему дают возможность в каком-то доме, так сказать, один месяц заниматься этой работой, он проезжает с тремя людьми, тоже теми, которым очень нужна помощь, они еще никакие, вот с ними он начинает работу, ищет, и я звоню, спрашиваю, как так, а кто будет дальше содержать? Он говорит, только на месяц деньги. Я говорю, окей, на первые 4-5 месяцев мы пошлем деньги, чтобы аренда была, посмотрим, как дальше пойдет. И потом через 4-5 месяцев приезжаем с другом, смотрим, из 3-х стало 14. Работа идет, люди, так сказать, в этой простоте, в христианском смирении работают, и Бог благословляет своим духом. И когда мы молимся за это служение, благословляем брата, и Бог дает благословение, через 5 лет их уже 6 или 7 этих центров, и те, которые раньше были на улице, которые никудышные были, уже родители все списали, и не хотели с ними иметь никакого общения, они становятся настоящими руководителями новых центров и служат Богу. Но интересно, что когда ты решение принимаешь, ведь может случиться в жизни, что не так пойдет. Представь себе, кому-то пообещать, а потом не исполнить. Ведь важно держать слово, поэтому нужно принять решение, продумать его с Господом. И когда тебе Бог дает возможность это делать, и Он говорит, это да, мое дело, тогда делайте. Не бойтесь, но принимайте решение не в спешке, а именно с его волей согласовывая. В терпении, понимании Бога, и Бог обязательно благословит вас. Да будет имя Его прославлено. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok